сегодня у меня второй день подряд коп и снова я копаю сегодня один к сожалению мой дружище фартовый который приболел серьезно но говорит кровь из носа завтра я с тобой обязательно поеду я ему рассказал что у меня вчера куча находок было через телефон практически видел как у него слюни брызжет и вот он говорит что завтра кровь из носа мы обязательно куда-нибудь с ним поедем ну раз я начал видеосъемку значит у меня находка находка ребята звенела прям суперский адска и вот у меня находочка так где она у меня это как-то потерял немножко здесь вот где-то пин-поинтера нету до сих пор хожу как этот непонятно кто и чем чуть не магнати так вот на ребята смотрите какая хорошенькая 3 копеечки 3 копейки 1924 года сохран просто превосходный вчера у меня двадцать четвертый год выпало три монеты двадцать четвертого года двушечки и вот день начался с хорошей большой монеты смотрим одно деление у меня на камере осталось надеюсь хватит на съемку пуговица с ушком у меня такой нету это пуговка гранада охранчик принципе хорошими а таких еще нет хорошая пуговка я рад рад сильнее чем царской монете кто-то говорит что трава высокая находок нету да ребят трава высокая находки есть так что копаем выкапываем находки есть так очередная находка ребят долго себя не заставил ждать такой у нас обручальное колечко медная обычная крестьянская и так ребята приехал я на старое место хожу наверно уже где-то часок приехал сюда стоят две машины и того здесь нас получается уже пятеро начинал один он там он вдали парень местный копает он шурфит в общем все шурфят кроме нас двоих 11 мини лабом вот я вот иду вот по такой фигне предполагаю что насыпь это сделано как-то искусственно что-то непонятно именно кругом так вот и вы знаете иду иду и даже не ожидал не ожидал сигнал хрен пойми я хотел плюнуть ковырял ковырял земельку земелька здесь жесткая значит укат на и вот представляете у меня выпал вот такой монитосик смотрите какая прелесть у из сохранера вообще изумительный наверное таких пятаков нету такого сохрана ох обалденный пятачок от 1911 года и так просто изумительный вообще классная монета люблю я большие монеты вот такая вот монета классная пройду-ка я здесь еще и посмотрю смотрим то вчера вечером не поперла и я так понимаю надеюсь не сглазить сегодня в этой ямке а выкопал пятачок от в этой ямке выпал вот так вот вот такой вот крестик большом окисли не знаю его не очистишь нужно его раствор ну уж код целая а сам конечно он в большом окисли и так ребята у нас вот находка вот такого урода но это не древняя а советский но меня заинтересовал то что здесь вот на лезвии какой-то непонятный рисунок как рисует на дамасской стали здесь тоже какой-то рисунок но пока не могу разобрать что за рисунок может когда почищу разберюсь будет уже видно ну конечно интересная находочка не ножик а целый меч и так ребят я пригляделся на вот на этот ножик вернее на острие ножа и мне кажется что это какие-то китайские иерографию и обратите внимание ножик настолько острый что до сих пор можно им что-то резать у меня дома ножи это тупее очень острый нож и металл как вы видите гнется нож очень острый даже можно бриться и еще ребята которое колечко я нашел я решил немножко пошкребыкать ножом внутри от грязи вы знаете внутри колечко нас имеется надпись и надпись у нас написано по дорог представляете это кто-то из монеты сделал медное колечко и плюс внутри сделал гравировку между прочим искусственно сделали очень красиво конечно кустарным методом но в принципе для тех лет пойдет сейчас мы водички попьем кстати вон в небе а из летит сожалению я приблизить не могу но все равно и так ребят наконец-то у меня что-то стоящее выпало вот она монета вот она лежит такая красивая так ребята это у нас советы две копеечки 2002 1924 года хорошая монетка такая зеленая вот хоть что-то стоящее попалась монеты как новая земля высохла сигналы не знаю в сырой земле наверно практически нет дождик влажно сигналы один и так ребята батарейка у меня на исходе даже не знаю вот выпал такой вот монеток маленький как я вот только ночью ладно копеечка 1990 года очередной монеток вот он у нас достаем мы его так и смотрим так это две копейки сегодня у меня были две копейки и это тоже нас две копейки двадцать четвертого года принципе сохранить неплохой вот такая вот душечка очередная жалко что не 25 очередной секунд сигнал только что я вот в этой ямочке выкопал двушечку я присыпал был сигнал невнятный но я его все-таки выцеганил и вот монетку нас лежит вот я хотел второй раз сковырнуть и она появилась так это у нас очередной советик так а вот номинал по размеру две копеечки до две копейки год но год наверное тоже 24 собой я не взял рюкзачок а там у меня спирт так но видно четверочку да это 24 год в принципе сохранчик будет вообще бодры здесь я между прочим ходил выбивал вот в этой области меня очень много было находок вот сейчас просто мест уже не знаю куда пойти снова решил сюда спуститься думаю может чем здесь опять на этой горшке будет и вот видите вот монета здесь монета оказывается земля выталкивает лишняя я здесь уже ходил и так ребят у меня очередная монетка в метре от того места где я нашел двушки вот и вот еще одна монетка сейчас мы с вами посмотрим что это так ребят это георгий походоносец 50 копеек ходячка ладно итак ребята вечер комары уже зажрали катушкой по траве шмурыгаешь комары подымаются и тебя хауют живьем но не знаю к счастью нет ну и монеты у меня пошли одна за другой вот у меня выпало еще один круга лик это у нас две копеечки 56 года так немножко я уж лопатой черкнул монетка не столь дорогая важно 56 год итак ребята у нас я не знаю как назвать но здесь какая-то вот аномалия вот видите все травка выжжена выжжена солнцем или жарким чем-то здесь зеленая а здесь вот видите полоса желтая и все это кругом это знаете как рисунки на поле показывают инопланетяне и здесь то же самое рисунок вот может пришельцы сажали здесь на своей тарелке ладно но я вам вот к чему виду сегодня я вам показывал что я доставал обломок колокольчика и вот знаете вот еще один еще один обломок колокольчика вот такой вот он с рисуночком чуть меня сегодня прям прорвало на всякий такого рода шмурдячок так ребята был сигнал копал я копал вот ямина что-то сначала была чернина какая-то кусковая кровельная с равно сигнал звонки был и вот видите меня вот выпал монитосик так это у нас царик одна копеечка 1884 год для александра сохран вообще суперски александровский вообще плохого состояния всегда это вообще идеальный так ребят у меня очередная находка гонял ее долго и выпало такой 10 квадрат 10 копеек в квадрате 50 и тебя третью года вот ее согнуло здорово как будто специально плющили ну ладно находка все смотрим итак ребята у меня очередной сигнал был какой-то он нехороший был я все равно стал копать одну лопату вывернул вот и на срезе вы смотрите как появилась прям на срезе лопаты я его не чиркнул самое главное то что иногда корни обрубаешь и вот такой срез получается и вот у меня вот такая монетка вот смотрите достаем слепочек остается и это у нас ребята серебрушка 15 копеек 15 копеек хороший серебро 1925 года 25 ребята не знаю она или нет прям сейчас залезу посмотрю и вам скажу 25 я знаю что ценится копейки 1235 про 15 копеек ничего не знаю ладно ребят если она ценная продолжу сюжет про 15 копеек 1925 и так ребята на сегодня у меня наверное день закончен накопали мы сегодня неплохо здесь у меня товарищи тоже домой собирается вот у нас вот сегодня познакомился товарищем вот на этом месте вот он накопал и вот такие вот находки прибор меня лап с я вот он нашел такую тканинку 20 копеек 46 вот одна вторая царик 1897 10 копеек 54 10 копеек 80 61 и вот такая вот царская пуговичка очень хороший такой рельефчик и сзади имеется у нас ушко то есть пуговка вообще замечательно между прочим он все это наковырял именно там где ребята ходили так что либо ребят прибор мне понравился очень хороший ладно на этом я заканчиваю видео отчет давайте ребята подписывайтесь комментируйте мое видео ставьте пальцы вверх вниз ладно до следующих встреч встреч у меня будет наверное завтра все пока пока пока